В Ферганской области сформировалась крупная школа по развитию шелководства. В частности, по инициативе главы нашего государства, центры ремесленничества строятся в каждом районе и городе Фергане. В результате ввода их в строй созданы рабочие места для более чем 4 тысяч женщин. Данный опыт внедряется и в Андижанской области. Там также запланировано открыть центры ремесленничества. В настоящее время 100 женщин из Андижана, в основном не занятые и нуждающиеся в финансовой помощи, в настоящее время проходят обучение в центре ремесленничества в Маргелане. Шелковая промышленность. С целью дальнейшего развития этого направления необходимо привлечь дополнительные финансовые ресурсы. В вышедшем недавно за подписью президента документе указаны конкретные механизмы поставленных задач, адреса и сроки, а также определены источники финансирования. К примеру, в соответствии с постановлением с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года, ежегодно физлицам, надомникам, занятым выращиванием коконов тутового шелкопряда, выделяются субсидии в размере 5 тысяч сумм за 1 килограмм урожая, за счет средств республиканского бюджета. В Маргелане большинство женщин-ремесленец заняты выращиванием коконов шелкопряда на дому, процессом изготовления атласа и адраса. И уже в конце сезона такой труд пополняет их семейный бюджет неплохой прибылью. В последнее время количество таких семей увеличивается, кроме того, повышается и эффективность. В этой связи крупные предприятия поставляют домохозяйством ткацкие станки. За ежедневно произведенные ткани женщины получают соответствующую оплату. Прибывших из Антижанской области 100 женщин мы обучаем навыкам ремесла. В основном таким, которые со временем забылись. Например, производство бахмаля. Раньше, во времена ханов, были специалисты, которые изготавливали такую ткань только для представителей высшего сословия. Сейчас мы хотим популяризировать этот процесс изготовления. Налаживаем его по всей стране. Чтобы произвести 1 миллион метр ткани, нужно как минимум 5 тысяч рабочих мест. Чтобы продолжить работу в этом направлении с целью создания дополнительных удобств, благодаря соответствующему документу выделяется субсидия ремесленникам. Всё это позволяет обеспечить население занятостью. Благодаря практической работе ежегодно наблюдаются хорошие результаты в области поставок продукции за рубеж. В частности, предпринятый шаг по сокращению продаж шёлка-сырца и развитию экспорта готовой продукции был обусловлен тем, что только за прошедший период в Таджикистан было экспортировано готовых тканей в объёме 20 миллионов 200 тысяч долларов. Достижению таких показателей способствовало внимание, которое уделяется укреплению кормовой базы. К примеру, под выращивание саженцев тутового дерева выделено 500 гектаров земли, и создание 22 тутовых хозяйств позволило решить множество вопросов. Говоря о тутовых хозяйствах, стоит отметить, что в ряде районов Ферганской области саженцы-шелковицы доставляются в домохозяйство на основе кооперации. Например, на шелкопредельном предприятии Водаль 49 гектаров используются для подготовки кормовой базы. Налажен весь процесс, начиная от семян шелковицы и до выращивания готовых саженцев. Здесь задействовано более 10 человек. В этом сезоне намечено подготовить 4 миллиона саженцев-шелковицы. Этот вид деятельности не только стал доброй традицией Кувинского района, но и основным источником дохода многих семей в Махале Кашкара. Прибыль составляет 70-80 миллионов сумм, а то, что вы видите, это мы вырислили за 6 месяцев. К осенью будут готовы. Здесь же в междуряде посадим помидоры болгарские, суречковый перец, капусту, огурцы. Фундамент для развития шелковой индустрии заложен. А самое главное – конкретные меры по сокращению безработицы, развитию экспорта и расширению локализации становятся реальностью.